Всем приветики! Я хотел бы вам показать, что делать, если у вас вдруг рассинхронизировалось видео со звуком при редактировании. То есть, к примеру, у нас вот есть исходник, и когда его смотришь, всё нормально. Но когда его добавляешь в Sony Vegas и начинаешь редактировать, то видео рассинхронизируется со звуком. Вот, к примеру, можно посмотреть. Здесь у нас была только вот эта стена кирпичная. То есть, слышно, что дверь хлопнула, но я ещё даже не дошёл до двери. То есть, к примеру, вон она на двери, а слышно она хлопает ещё вот здесь. Здесь у нас была только вот эта стена кирпичная. То есть, дверь хлопает ещё когда я стою возле машины. А должна хлопнуть в тот момент, когда я вот захожу. То есть, видео рассинхронизировалось со звуком. Почему? Почему так происходит? На самом деле, всё очень просто. Это происходит из-за того, что в видео переменная частота кадров. Зачастую такое происходит на мобильных устройствах. Разработчики, чтобы сэкономить место выходного видеофайла, делают частоту кадров переменной. Может быть, это действительно экономит место, но из-за этого потом будут проблемы со звуком. И будет рассинхронизация, потому что у звука просто есть секунды. То есть, например, 10 секунд звука или там минута звука. А у видео, помимо того, что длина есть, сколько идёт видео, так ещё есть частота кадров. Сколько, например, в секунду будет кадров? 30 или 1 кадр всего лишь. Из-за этого получается разная как бы длина видео. Или в секунду 30 кадров, или в секунду 1 кадр. Вот. Из-за этого начинает происходить рассинхронизация со звуком. Со временем, как если было бы в секунду всегда, допустим, 30 или 60 кадров, то видео всегда было бы одинаковое. А так, получается, видео не одинаковое. Где-то оно меньше по кадрам, где-то больше. И, соответственно, из-за этого идёт разная длина видео. Ну, разное наполнение видео в секунду. Из-за этого идёт рассинхронизация. Что в этом случае делать? Просто переконвертировать видео. То есть, вы берёте любой конвертер. Я использую Handbrake. Он мне больше всего нравится. Он такой более-менее качественный и не сильно портит видео. И конвертируете видео максимально приближенно к исходнику. То есть, если в исходнике AVC, хик, уровень 5. То есть, здесь AVC, хик, уровень 5. А битред ставите повыше. То есть, если в исходнике он 14, ставите 15. На тот случай, чтобы если где-то что ухудшится, чтобы не сильно ухудшалось. Частота кадров. Вот из-за чего всё это делается. Постоянная. То есть, если в исходнике она переменная, у вас она вот она постоянная. Частота кадров. Ну и всё. Причём я конвертировал только видео. В сконвертированном файле нету звука, а только видео. А звук я отдельно конвертировал. Получается, я здесь звук моно. Я сделал его стерео, наложил эффект, сделал погромче. И после чего сконвертированное видео добавляем обратно в Sony Vegas. И отдельно отрендеренный звук. То есть, я открыл исходник отдельно, отрендерил звук. И вот он звук. Отдельно. Ну и вот, собственно, у нас то же видео, только переконвертированное и звук, только немножко обработанный. И мы заново добавляем их в Sony Vegas. И можно посмотреть, что получилось. То есть, к примеру, вот сейчас должно быть нормально. Здесь у нас была только вот эта стена. Ну вот, слышно, что уже дверь открывается правильно. Вот я захожу и слышно, ударяется дверь. Здесь у нас была только вот эта стена. Слышно было, дверь вовремя открылась и закрылась. То есть, рассинхронизации нету. А тогда у меня дверь открывалась уже вот тут. Я был возле машины, а уже слышно было, открывалась дверь. Таким образом, если у вас есть рассинхронизация, то всегда смотрите на частоту кадров. Если видите, что она переменная, то вот вам причина. Конвертируете в постоянную, и проблема исчезает. Так что... Причем бывает это заметно только в редакторе. А бывает это заметно и в самом исходнике. Это зависит от длины видео. Если видео длится там, допустим, минуту, две, пять, вы можете этого и не заметить. Но если видео будет длиться там минут двадцать пять, то вы уже заметите, что где-то секундочка... Ну, слышно, что на секундочку отстает или спешит звук. Так что всегда виной в рассинхронизации звука является частота кадров. Так что таким вот образом можно решить данную проблему с помощью конвертера. Ну, а на этом все. Всем пока-два.